Свадебное утро супругов Романовых начинается, как 65 лет назад, с букета цветов. Антонина Никитична, поздравляю тебя. Спасибо. С днём бракосочетания. Согласна ещё на 65 лет. Чтобы выразить свои чувства, им и через годы слов не нужно. Так сложилось с первого дня знакомства. Встретились на вокзале по дороге в Харьков. Перрон был настолько забит, что молодым людям, ещё незнакомым, пришлось прижаться друг к другу. До поезда я на плечо ему голову уложила, глаза закрою, хочется и спать. А, вот так. Вижу, вот так. Придавалось сердцебиение его и моё. Встреча была интересная, молча, зная любовь была. Поженились спустя полгода после молчаливой встречи. И почти сразу молодой муж ушёл в армию. Фотографии друг друга хранили все три года разлуки. Всё время вот тут носила. Была подписана она фотография. Зляни и вспомни. Время было тяжёлое, послевоенное. Он строил карьеру от столяра до депутата райсовета. Она рожала дочерей и создавала дома уют. Ты что, ни разу не ссорились? Нет. А за что? Некогда было. Ни разу не ссорились супруги благодаря вот этому инструменту. Балалайку Антонина купила любимому мужу на день рождения за три рубля на рынке. Если отец семейства приходил с работы хмурой, вручала ему в руки. Я быстренько тут на стол говорю, возьми балалайку, что-то там наладь на два строя. Сначала на один, а потом на другой. И то, пока мне свинь возится, я на стол поставила, покушала. Ага, уже добрый. У мамы есть тайный женский прием. Когда папа раздражается и нечего ей сказать, она начинает петь. И невозможно ссориться с женой, которая поет. Не пойду на гулянье в пруду, за тобою, мой милый, пойду. К своей железной свадьбе, именно так называют 65-й юбилей, у супругов осталась одна главная мечта – правнуки. Хотят успеть и их научить секретам семейного счастья. Помнить раз навсегда. Деньги – это прах. Барахло – тоже прах. А любовь всего дороже.